всем привет меня зовут александр берушников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема варить или не варить мясо для роста бицепса вопрос интересный исторический и давайте сначала разберемся что же такое мясо и когда хома стал использовать его в своем рационе питания красное мясо относится ко всем типам мяса мышц млекопитающих таких как говядина телятина свинина барайна конина и коза в монографии воз и международного агентства по исследованиям рака подчеркивается канцерогенность потребление сырого и обработанного красного мяса что такое обработанное мясо соление копчение варенье в общем любой вид обработки и по возу долгосрочное потребление красного мяса связано со значительным учение смертности от всех причин как только человек видит красное мясо у него начинается рак аденокарцинома и обострение возрастной дегенерации желтого пятна и так далее и тому подобное история красное мясо было важным источником высококачественного белка процент человека в течение как минимум двух миллионов лет но огонь стали использовать значительно позже и некоторые авторы предположили студентический приход от злаков к мясу изменил эволюционный отбор для значительных физиологических и она от анатомических функций в хома произошло увеличение размера мозга уменьшение объема кишечника так что кто ест мясо у того мозг большой а кто есть злаки у того мозг маленький я вас отсылаю хорошие работе исторической работе где показано когда же огонь стал использоваться хома в приготовлении пищи а я все думаю что же меня каждый день тянет на две вещи про одну я промолчу а про другое это мясо может быть это связано с моим ростом мозга ну ладно движемся дальше и так я хотел бы вас познакомить с исследованием 2015 года я считаю наисерьезнейшие исследования людей подключили как франкенштейнов я не знаю даже куда только не засунули всякие трубки и пометили конечно же мясо меченым азотом работа достаточно интересная давайте с этой работой быстрее знакомиться начнем говорить о науке и так в 2015 году выходит замечательная работа она насла на и сложнейшая с точки зрения исполнения взяли поэтому 16 человек подключили их как франкенштейна наверное подсоединили все что можно и куда можно и стали их кормить мы видим 120 грамм это 27 грамм белка пометили его конечно азот этого белка пометили изотопным фаршем стали кормить измельчили его почему потому что измельчение снижает влияние индивидуальной эффективности жевания ведь какая наука и соответственно один фарш практически не готовили в течение пяти минут обжарили чтобы никаких глистов не было потом у людей а другой фарш готовили мы видим 90 градусов по цельсию в течение 30 минут ну давайте смотреть что же из этого вышло и так временной ход диетического азота в белках плазмы практически не отличается но мы видим что меченый азот фонит практически 8 часов но после 5 часов начинает его активность падать далее аминокислоты плазмы и мы видим что мясо которое практически не обрабатывалась аминокислотный пул гораздо выше другого мяса которые варили в течение 30 минут далее мы с вами видим азот мочи и мы понимаем что чем быстрее аминокислот выходит тем быстрее организма нужно утилизировать мы видим опять мясо которое не обрабатывалась лидирует и это понятно потому что аминокислотный пул его выше изначально ну интересный момент вывод в течение всех 8 часов не было существенной разницы между группами в общем объеме стока проходящий из подвздошную кишку однако поток азота из мяса был значительно выше при обработанном мясе и мы видим следовательно количество азота поступающие в толстую кишку было больше чем в необработанном мясе и общая перевариваемость составила мы видим обработанного мяса 91 они обработал 94 и 1 процент другими словами необработанное мясо было более удобоваримым чем обработанные на 4 процента и давайте я все это вам покажу старой диетологии на каждый раз рассказывает пока не было меченых значит единиц меченых веществ каждый раз говорили нам что самый удобоваримый белок является белок яйца эталон но мы с вами видим что сырое мясо бьет вареное яйцо наповал 99 а мы видим 94 и 1 процент у сырого мяса я как раз отсылаю вас к работе которую вы видите на экране мы с вами видим что как только появились меченые вещества то старая диетология начинает отправляться далеко далеко в историю и кто не боится получить себе 20 метрового селитера тот может для роста мышечной массы конечно же использовать сырое мясо но но радостную вещь для роста мышц я вынужден огорчить мы вспоминаем график роста инсулина от приема мяса и опять возвращаемся в графику аминокислотного пола и я предполагаю что секреции инсулина на мясо которое не обрабатывается будет гораздо выше это означает что вместе с мышцами у вас будет расти и подкожно-жировая ткань и вы как говорится будете мышцастый жирняк если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписываться на наш канал на самые занимательные веселые практичные главные научные темы все пока пока